А в Наринмаре отметили Международный день йоги. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Эта резолюция была принята консенсусом по инициативе Индии и при активной поддержке Российской Федерации. С 2015 года Международный день йоги проводится во многих странах и городах мира. Год назад к нему присоединился и Нинецкий округ. Приобщиться к искусству йоги в окружной столице решили 60 участников. Индийская культура на Нинецкой земле. Гармония тела и духа, для чего и существует йога, объединила любителей этого таинственного направления в фитнесе. Ведь конечная цель йоги – достижение поддержания гармонии трех начал человека – физического, психологического и духовного. Все происходит как положено – единение с собой и своими мыслями на свежем воздухе. Йога – такое направление, оно существует уже очень давно. Глубокое, проникновенное, чувствительное. Йога – это вообще не направление фитнеса, вообще это стиль жизни. А многие живут этим, многие практикуют, кто сегодня присутствует уже очень давно, и там далеко не второй, не третий, не четвертый год. Обрести гармонию, не потерять ее в напряженном ритме жизни участникам фестиваля помогает опытный тренер Эльвина Камильдинова. Практикуют йогу уже более 10 лет. И точно знают, какой уровень занятий предложить как опытным спортсменам, так и новичкам. На фестиваль йоги пришли даже дети. Собираем на мастер, спидывай, в таком положении. Прижил Владимир Владимирович. Для тех, кто не смог оставить своего ребенка дома, на стадионе была организована детская площадка, где волонтеры проводили спортивные игры с детьми. Дмитрий Марков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.